Николай Михайлович из Москвы, а Кирилян Кеушкалман из Арибска. Ну что, спортсмены разыгрывают булл и начинаем, как я понял, Николай Михайлович. Ну, хвистей с полей он принес, совсем немного. Единственное, что когда-то Пилипенко успел поиграть Шетчукову 4-0, но, видимо, это было быстро, и эта таблица был не внесен. Интересно, что мы говорили, что Шевель обограл Фаралова в первом круге, а нет, нифига. Миша Фаралова оказался сильнее 2-4, то есть ровно наоборот. И Шевель Александров еще успел проиграть Колесу Антонову 3-4 в решающем лове. Ничего себе! Получается, что Шевель уже мимо. Да, а Колесу будет бороться за победу. Белов Макс после поражения от Кирвинка Григория оправился 4-0. Обыграл Михайлов на Николае. Ну, а Боря Кольцов дуплетом снял с пробега Шишкова Марин 4-0 и Паша Новику 4-1. Да. Снова напоминаю, что мы были неправы. У Пилы это была вторая игра с Ахутом. Сейчас Саша уже подтвердил эту тему. Да, просто не все результаты сразу пишутся в таблицу по каким-то причинам. Я думаю, что многие из вас гораздо более осмедлены в этом вопросе. Все-таки у вас есть возможность посмотреть онлайн таблицу в Гугле. Да, у нас, к сожалению, таблички в Гугле нет. У нас есть только микрофон и экран, где показывается картинка, которую вы видите. Да, и небольшая бумажка, куда мы заносим результаты текущих игр. Да, да, да. Ну что, Саша? Владимир Михайлович, чемпион России. В 2014 году, да? Обыграл в финале цифчка Серегу из Ярославля. 4-2 из мини-измейтонти. Самое главное винни российского дартса. 85! Самое главное тело российского дартса, я сказал. Да, член сборной России. Еще. По тому же. И тренер. Воспитал не одно поколение чемпионов. Сегодня, кстати, когда я заходил в Abroader, меня мишени совершенно не интересует, я же разминаться не иду. Да. Я сразу в бар. Да. В баре, как обычно, двое. Михалин и Афонин. Но Афонин, понятно, ему первую игру играть. Но Михалин, похоже, там ночевался. Ну, он автоматично предан дартс. Нет, я как бы не говорю, что это плохо, это хорошо. Это такой стиль. Ну да. Коля сказал, что он в отпуске, значит можно. Ну да. Ну что, Саша, первый лаг. Смотри, у нас Коля Михалин ожидаемо отыскал. Думаю, первый уход на окончание. Ну не знаю, Андрюх. Я, конечно, хорошо отношусь ко всем приезжим, но я за Михалин. Он все-таки такой харизматичная фигура российского дартс. Да, очень. Как же он сказал, когда я комментирую на Евроспорте, у меня же там не один комментирует коллега из Дениса Саев. Да, да. Вот у него есть сын, и этот сын тоже занимается дройском. Ага. Занимается дартс, ходит секцию как раз к Николаю Михайловну. А, вот как. И когда-то Коля тогда выиграл игру Марка Кантеля и знаменитую пробежку свою сделал, он сказал, папа, я хочу играть как пух. Отлично, отлично просто. Так что Коля – это настоящее вдохновение для молодых игроков в Денце. Да. И просто наставник, а духовный наставник. Прям все как надо сделается. Ну да, так. Когда надо – пиндели отвисит. Ну да. Когда надо – похвалят. Как говорит Николай Михайловну, если хочешь попасть в 2-20. Да. Нужно отступиться немножко выше. Немножко выше, да. А теперь Михайловну применил свою тактику и выиграл первый лаг, закрыв 58. Вообще, Андрей, на этом турнире симпатия у тебя на чьей стороне? Есть за какого ты персонально болеешь? Может за Володю Гусарова? За Володю Гусарова, за Сашу Шевеля. Да. За Шевеля уже можно не болеть. Да. За Шевеля всегда болею. Сашка, это да. Шевель как сборная России. Когда Шевель вылетит, за кого будешь болеть? Не знаю. Наверное, за… За Володю Гусарова. За Шевеля Череповецкого. Уже нет. Череповецкого. Чу-до. Чу-чу. Да, друга. Нет, не Чубака. Просто Чу. Чу-до. Чу-до. Из-за… Череповца. Чу-до. 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 Уже на Epılmış. Нев完了. Чу-до. Вот. У-да. Чу-до. Чу-до. Коля обыграл Ворнова 4-1 на этом турнире, сыграл пока только одну игру, а Григорий уже две игры, одну выиграл, одну проиграл, и на самом деле это матч жизни для Григория Кириленко, если он обыгрывает, с большой долей верности, именно он, несмотря на все предматчевые стартовые расклады, выйдет из этой группы. Стоит напомнить формулу турнира, то есть сейчас у нас первый групповой этап, потом по два человека с каждой группы уходит, и идет второй групповой этап, и потом на что плей-офф. Итак, где определяется полуфиналист, соответственно полуфиналы, финалы и матч за третье место. Победитель турнира получит 12 тысяч рублей. Плюс не стоит забывать о том, что... Или больше. Нет, там, значит, часть получит сегодня, скажем так, а другая часть, от всего, от главного финала года, который состоится зимой вроде, сколько я помню. То есть там уже вся сумма останется главным. Да, вот интересно, если, например, в горе кольцов или кто-то еще отберется у Александра Пелоса и на эти же стройки поставит финал к Hard Rock Cup. Что же он выберет? Что он выберет, да, Ёлки или Спилберга? Да. Как в анекдоте. Да. Ну что, Григорий, шанс на бул выйти есть, 17 нужно попасть. Да, бул, третья дрожь, 1-1, нет. Ах, мне кажется, аж слишком торопится, да, наверное, когда... Может, не нас смущается игра на мишени, все-таки мне кажется, что Григорий может играть сильнее. Даже не столько сильнее, да, видно, что у кого по игре он играет сильнее, просто стабильнее, увереннее, стабильнее. Все-таки какую игру он выдал против Макса Белова, жаль, что мы ее не видели. Жаль, очень жаль. И это была хорошая, стабильная, крепко, уверенная игра. Да, да. Все, что происходит с Григорием сейчас, матч с Парижкиным, Михайловым, это не недостаток класса. Это недостаток просто вот этого опыта. Такое часто бывает, да, в Дорс, что можно дома, извини, там выбивать 80, кидать там те дротики, да, вот сюда, но... Когда ты хочешь играть на мишень и на соревнованиях, там уже может быть другая ситуация. Поэтому нужен опыт просто. Поэтому, друзья, тренируйтесь, я призываю вас к тому, чтобы вы больше выезжали на соревнования. Не только наши, но и вообще даже под эгидой ФДР. Добросят меня люди, которые слушают меня сейчас. С недавнего времени тебя и вас не только слушают, но и записывают. Да, кстати. Так что... Да, с недавнего выписания указа. Осторожно со словами, да. Да, закон мировой, да. Теперь нам нужно быть поаккуратнее в выражениях, быть политкорректными. Поэтому мы так не кричим. Шутка, конечно же. Так, ну что, Саш, Михалин играл второй лэг, да. И сейчас его начало. Да, его начало. Саш, доколе сделал брейк? Да. Пока, пока. Григорий не может найти свою игру. Ну, пора уже собираться с силами. Да. Пора уже. И брать Винни-Пуха за брюхо. Да. Лишить его меда. Андрей, ты судорожно. Периодически открывает телефон. Заходит на дартс-форум. Да. Читаю комментарии. Хочет, да. Хочет что-то там увидеть интересное, видимо. Ну, Вадим Арефьев написал. Я для этого и помогаю. Ну, то есть в этом подсказке. Вот у нас Вадим Арефьев. Нештатный третий комментатор. Да, да, да. Спасибо тебе, Вадим. Спасибо Пинзе, да. Спасибо Заречному. Заречному, да. Я только не помню, там уже прошел. Дошли снайпер в соревнования или нет? По-моему, только будет. Будет, да. Тогда, друзья, все на снайпер. Все в гости к Вадиму. Все в гости к Орешкиному снайперу. Шучу. Нет, конечно. Все в гости к Вадиму, да. На хату. Ну что, Андрей, про эклак можно сказать? Игра была равна? Я могу сказать так, да. Играли два торцмена. Михалин, два раза по 60. Ну что, 180? Тягай. 180! Наконец-то могу хоть один раз вылиться с эмоцией. Что, Саша? Посмотрим, как мы станем. Да, надо же хлеб не кормить. Дай по орать только немножко. Да, да, да. Дай по орать только немножко. Ну все. Пошло по трубам. 51, Михалин. Да, да. 2 дротипа, да. Удовоение 16. Так, а хватило одного? Да. Да. Хватило одного. 3-0. Да. И очень-очень тяжело будет Кирленко. Винни хоть медом не кормить, все равно закроет. Так. 170. Ну что, ответочка, да, у нас пошла? 1-1. Пока. Ответочка. А вот Коля не смог ответить. Что, Григорий, на 9-ройсик идет? Заход, да. Причем, у нас же были первые документированные 9-ройсиков, но первых телевизионов-то еще не было. Да, согласен. А причем же первые телевизионы в прямом эфире? Да. Я надеюсь, мы засанем это сегодня. Я не надеюсь. Не, надеюсь. Ну ладно. Не, ну может быть, если я еще пол-литра Гиннеса вся волью, может быть, я и буду надеяться на это, но пока, честно. Да. Я, кстати, вот не помню. За 9 дротиков, мне кажется, приз предназначен какой-то. Даже если его нет, мне кажется, это сыграть за 9 дротиков. А, я налью тебе, да. Да. А ДФ не бы скупится на награду. Сегодня, кстати, да, постигло некое разочарование у участников турнира. Обычная скидка на Гиннес 50%, а тут всего лишь 20%. Вот дела. Да, и вместо того, чтобы отдать 400 рублей за литр пива, пришлось отдать 591 рубль 20 копеек. Кошмар. Блин, вот. Причем не постесняюсь взять даже 20 копеек. Ой, капитализм, чтоб его. Но это не остановило нас от того, чтобы быть здесь, правильно? Да, 50 литр Гиннес. Мы же не писать там приходим. Отчасти. И не комментировать подводку. Что нас... Нас приглашают в гости Вадим Арифьев. Я, как раз, оповещусь о том, что снайпер соревнований состоится 30-31 июля. Этот поезд в воскресенье. И в гости ждут не только всех-всех-всех-всех дартсменов и не только, но и комментаторов. Но я сразу скажу, что я, к сожалению, не смогу, потому что я 29 июля улетаю. Далеко и надолго. У меня отпуск. А вот Саша, надеюсь, ты сможешь поехать за речный. Очень провокационный вопрос. Пока тяжело говорить о том, что я буду делать через 3 недели. Спасибо, Вадим, за приглашение. Я надеюсь, что я еще обязательно приеду. Может быть, не в этом, но в следующем году. Ну что? Ну что, есть первый элэк? Есть размочить. Есть первый элэк. Да, от Пригорики Ленка. Первая концерзионная мишень. Да. То есть, чтобы внукам не стены было показывать. То есть, не 4-0, да? Да, да. Будет что-то сказать внукам, да. И правнукам. Ты слышишь соточку от Вадима Зверкова? Это уже хороший знак. Да, Вадим Зверков, конечно, человек-оркестр. Уникальный человек. Харизма нашего дартса просто. Соточка нашего дартса. Да, соточка. Как и Михаил Фролов. Но он не соточка, он просто мистер, я не знаю, веселья. Мистер позитив. Да, Фролов 100 грамм российского дартса. Тоже верно. Сегодня, кстати, перед началом тренера Миша Фролов был серьезен. Скуп на слова. Но вместе с этим донес очень важную информацию. Вспомнив все обиды тренера Владимира Гута, он решил сделать петицию и дойти до самого Мутко. Петицию нужно подписать всем игрокам, участникам сборной, тренерам и любым неравнодушным к нашей проблеме. Да. С проблемой можно ознакомиться в недрах дартс-форума. Да, да, да. Не будем мы ее лишний раз афишировать. Да, просто почитайте. Ну и я думаю, что с бронебойностью Михаила Фролова дойдет он таки до Мутко. Я думаю, мы начнем сбор подписей уже сегодня на наших соревнованиях. Уже, я думаю, начали. Да, сбор подписей уже пошел. Да, да, да. Борис Пятов первый подписал си документ. Да. Я, да. И Миша обещал, что фолиант будет на столе у Мутко уже к понедельнику. Ну что, замечательная идея, да, Саш? Надо как-то выходить из Яма. Вот мне Александр Фанин сказал, что Владимир Куток 20 лет в Хорватию ездит. Приезжает, купается в бассейне и уезжает. Тихо, ничего нового не произошло, чего хотите. Стабильность, признак мастерства. Ну что, Саша, Коля на 170? Да, ну, кстати, от Коли, как думаешь, можно ждать 170? Нет. На сегодняшний, наконец. Интересный Ставк. Да. Совершенно выпал с пользования Коли, Михаил, сместился до невозможности права. Да. Видно он такой, незаметный иногда. 97. 129. Коля будет выходить на булл, а один дротик на центр мишени и ех... Коля даже удивился, как так. Он уже был уверен, что закроет. Он уже хотел закончить вообще все. Что, Григорий, шанс. Здесь я есть. Ах, нет. Что, буллки нет? Нет, хотел 54 пилота. Ну все, Коля, два дротика на победу, я думаю, что надо решать судьбу матча в свою пользу. Можете есть мед. Да, и затариться очередной порцией меда. Да-да, меда-меда, именно. Ух ты, бедлок, не повезло. Да, пока мед не положен, Коля пока не закроет. Горшочек с медом, я вам сказал. Вы, кстати, руки-то от моего горшочка с медом-то убрали бы. Простите, я не специальный. Так, ну что, Григорий не попал. Так, Николай Михалин, три дротика, двойник 16. Ну, кстати, когда Коля смещается, не всегда это удачно. Ну, действительно, вот Коля, насколько классный игрок к нам был. Настолько без толком он сейчас сместился в ту сторону, в какую торчал первую от дротика, что, я не знаю, вот Роман, наоборот, могло сделать. Уйти в право, когда можно было. Да. А Керлен Квиж зонервничал, не смог выйти на вдвойне сразу. Смотри, это даже сам стат на месте стоит. Да. В вдвойне четырех. Так, интересная ситуация. Слушай, сейчас. Да, уже 30 дротиков спустил в этом лаге. Да. Что-то ребята у нас тут... ЧУ-ЧУ-ДИАТ. 16-28. Нет, слово ЧУ-ДИАТ запациентовал Володя Гусаров. ЧУ. 24. Нет, сейчас ЧУ не произошло. 24. Закинул такой тротик Коли Михалин. 4-1. Да, можете есть мед. Выливает трудовая победа. Ну что, спасибо еще раз Григорию за игру. Он весь взял лэп и молодец. Соборолся. Ну, на самом деле, вот не предел в этом матче. Я думаю, что можно было брать и два, и три, и выигрывать матч. Да. Просто чего-то пока не хватает. Ну, все.